Здравствуйте, Накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как с помощью одной палитры сделать полноценный макияж. У нас это будут и тени, и скуловая коррекция, и румяна, и даже помада. Первый шаг начинаем с румян. Почему сразу начинаем наносить румяна? Потому что если вы нанесете на чистую кожу, вы никогда не переборщите с количеством. То есть у нас лицо немного затонировано, и сразу мы наносим румяна. Наносим на выступающую зону. Улыбнись. Вот видите, на щечку. Следующий шаг – это бронзер. Бронзер мы наносим под скулу. И двигаемся на лоб, чтобы создать такой эффект бронзового золотистого лица. Все одной кистью. Чуть-чуть наносим на подбородок, для того, чтобы создать объем и нижнюю линию скулы. И дублируем бронзер со второй стороны. Погладили, погладили нежно себя с утра. Улыбнулись, сказали, какая вы красивая. И у нас уже свежесть на лицо и на лице. Следующий наш этап – это тени. Изначально берем бронзер и наносим полностью на все подвижное веко. Кисточка для этого нужна большая, чтобы у нас не занимало это много времени. У меня F06. По центру, возле ресничного края наносим больше. И оттушевываем практически на нет. Так как этот цвет идеально втушевывается в кожу, вы можете его втушевать даже в височную зону. И сверху, для того, чтобы сделать макияж таким свежим, легким и романтичным, мы чуть-чуть наносим румяну. Не заходя в область подбровью. Подбровью у нас остается просто чистый цвет. И просто красим губы. Вы даже не представляете, насколько это будет стойко. В зависимости от того, хотите вы матовые, либо блестящие, вы можете сверху потом добавить блеск, либо бальзам для губ. Либо оставить вот таким вот образом. Первый вариант – это вот такой. Запомнили. Ну а если у вас еще есть 3 секунды, вы можете взять бронзер и пройтись под губой. И тогда ваши губы станут более объемными. Сейчас вы просмотрели мою авторскую технику, макияж, который называется 3 сек. Либо я проспала утром, а надо выглядеть хорошо. Пробуйте, отмечайте меня в сториз. Надеюсь, было вам полезно. Всем пока! Продолжение следует...